Кейтинан. Дом шёлка. Посвящается Шарлотте, которая любит пугать меня своими собственными историями. От любви, воров и страха появляются привидения. Немецкая пословица. Глава первая. Сейчас. Туда, к широкой усаженной деревьями аллее, где стояла Тея. По её коже побежали мурашки. С порывом ветра, обогнувшим здание, мелодия зазвучала громче и будто совсем близко. Слева в квадратных стёклах окон виднелись расплывчатые тени. В сгущающихся сумерках явление оказалось неземным, потусторонним. Ангельский хор. Слова «пусть принесёт вам покой» кружились в воздухе, летели дальше. Тея остановилась и поправила очки на переносице, разглядывая здание перед собой. Английская частная школа выглядела именно так, как она всегда себе и представляла. Всё вокруг дышала историей. Стены из камня светло-медового оттенка, увитые плющом и глицинией. Безукоризненные газоны, за которыми без сомнения ухаживал целый отряд садовников, окаймлённые аккуратными рядами лиловых анютиных глазок и белого алисума. Высокие ворота, арочный портик и дубовая дверь, тяжёлая и обитая железом. От этого место веяло традициями, привилегиями и деньгами. Среди таких внушительных зданий Тея оказалась самой себе просто взъерошенной самозванкой и ощущение было резким, точно пощёчина. Пение стихло, и она двинулась вперёд, волоча чемодан и ругаясь себе под нос, когда тот цеплялся колёсиками за гравийную дорожку. Полчаса назад автобус высадил её на главной улице города, широкой с плавными поворотами, но Тея и так знала, куда идти, уже побывав в колледже на итоговом собеседовании три месяца назад. Она была почти на месте, но из-за мелких камешков последние шаги долгого путешествия давались сложнее, чем ожидалось. Большинство посетителей, скорее всего, не приходили, как она, пешком, а приезжали на машинах, и тогда гравий приятно шелестел под дорогими шинами. С последним рывком втянув за собой чемодан, она вошла под каменные своды и, обнаружив ручку, ухватилась за неё. Под нажимом плеча дверь поддалась, и Тею окутал аромат пчелиного воска, лилий, старых книг и слабый запах потных кроссовок, которые её отец назвал бы парусиновыми туфлями. Она сделала пару шагов внутрь, и дверь за ней закрылась с гулким стуком, раскатисто разнесшимся по громадному холлу. Тея оказалась в прихожей с высокими потолками. По одну сторону стоял отполированный до идеального блеска прямоугольный стол, на котором высилась хрустальная ваза с теми самыми лилиями. Невероятно изящные лепестки цветов загибались наружу, кремовые без единого пятнышка, с ярко-оранжевой пыльцой на каждой тычинке. Ещё несколько дней, и они бы уже поникли, готовясь к скорому увяданию. Но сейчас перед ней было само совершенство. Дальше тянулся холл, заканчивающийся широкой извилистой лестницей, затейливой балюстрадой, которая вела вверх в темноту. «Вы опоздали», — раздался из тени глубокий тягучий голос. Тея попыталась разглядеть, откуда он доносился, но уже через мгновение перед ней стоял высокий худощавый мужчина с зализанными назад волосами и изборождённым морщинами лицом, напоминавшим высохшее русло реки. Старомодный сюртук болтался на нём точно шитый для владельца покрупнее, но галстук на чистом белом воротничке был завязан безупречно. Брови насуплены, плечи сгорблены точно от воображаемого холода. В глаза он ей не смотрел. «Прошу прощения, автобус не сразу отправился». Проверив часы, она добавила. «Но всего на пятнадцать минут позже». «Конечно, вы же из... колоний». Неприязненно выделив последнее слово, произнёс он так, будто это всё объясняло. «Мы ожидали вас вчера, мисс Раст». «А разве семестр начинается не завтра?» Вспыхнув от негодования, уточнила Тея. «Завтра. Но, тем не менее, мы ожидали вас вчера». Медленно, словно она была не только иностранкой, но ещё и слабоумной, повторил незнакомец. Она вновь принялась извиняться, но мужчина уже исчез во мраке. Не успела Тея его окликнуть, как он вернулся с ключами на большом железном кольце. «Ключи А три. Один от входной двери, второй от боковой, и третий... Что ж, думаю, сами разберётесь. Если, конечно, сообразите». Одной рукой он протянул ей ключи, а другой потёр подбородок. На лацкан и пиджака посыпались белые частички кожи, и Тею внутренне передёрнуло. «Ученицы будут жить ближе к главной улице, в доме номер 58». Голос у него дрогнул. Точно само слово ученицы причиняло ему физическую боль. «Меня доподлинно проинформировали, что вы разместитесь там же, по крайней мере, на первый семестр». Юноши, точнее, как хвастался веб-сайт школы, наследники знатных семей, обучались в Оксли-колледже середины девятнадцатого века. Исходя из истории, его основали в последней отчаянной попытке спасти город. Некогда все путешественники по дороге в Бат останавливались в Оксли, но добираться из столицы до курорта оказалось быстрее и практичнее на поезде, и городок опустел. Бывший постоялый двор превратился в главное здание колледжа, все остальные корпуса построили вокруг него, и так всё осталось и поныне. Школа процветала, дав вторую жизнь и городу тоже. Однако только в этом году колледж соизволил принять на обучение девушек. Продержавшись дольше, чем другие такие же школы, которые ввели совместное обучение ещё десятки лет назад, Оксли всё же пришлось идти в ногу со временем, чтобы не потерять учеников. Во всяком случае, так предполагала Тея. Было очевидно, что этого мужчину, кем бы он ни был, такое решение вовсе не радовало. Забрав ключи левой рукой, правую она протянула для рукопожатия. Тея, новая учительница истории. «Об этом я прекрасно осведомлён, мисс Раст». Не обращая внимания на протянутую руку, ледяным тоном отрезал он. «Баттл. Для вас, мистер Баттл. Привратник». «Да, разумеется», — произнесла Тея, опуская руку, когда мужчина отвернулся, показывая, что разговор закончен. «В таком случае я пойду обратно к главной улице?» — непринуждённо, хоть и не без усилий, уточнила она. «Зелёная дверь. Через одну от Джорджа и дракона. Не заблудитесь», — проворчал он через плечо, вновь исчезая в сумраке коридора. «В свой предыдущий визит Тея не успела почти ничего рассмотреть, поэтому сейчас уходить не спешила, наоборот, сделав шаг вперёд и с любопытством разглядывая обстановку. Глаза уже привыкли к тусклому освещению, и теперь на обшитых деревянными панелями стенах она различала большие написанные маслом портреты, учёных, судя по виду. Один темноволосый с танзурой, в очках в тонкой оправе и с пером в руках, сидел за столом. Другой был в манте с алым капюшоном и в квадратном академической шапочке. На третьем портрете, выглядевшем уже более современно, довольно молодой мужчина с песочного цвета волосами сидел на скамейке с лабрадором у ног на фоне садов и изданий колледжа за ним. Она подошла ближе, чтобы прочитать подписи. Над каждым именем значилась также глава колледжа и даты службы. У последнего портрета, нынешнего директора доктора Александра Фокса, под именем стояло только начало службы, 2011 год, без второй даты. Тея познакомилась с ним на собеседовании, ей понравилось его открытое лицо и непринуждённое обращение без строгого этикета. Оксли колледж был оплотом влиятельных кругов Британии в сердце английской глубинки, но Тея с тем же успехом могла отправить резюме в школу на Марсе, потому что опыта работы в таком месте у неё не было. Она удивилась, что вообще прошла первый этап собеседования. Была, конечно, ещё одна причина, по которой она в первую очередь зашла на веб-сайт именно этой школы и, увидев размещенную вакансию, импульсивно направила своё резюме. Но не стоило об этом задумываться именно сейчас. Уже повернувшись к выходу, она покрутила в руке металлическое кольцо, рассматривая гладкий и стёртый от многолетнего использования металл. Все три ключа были большими, у одного головка в форме пятиугольника, внутри звезда в кольце, вершины упираются в круг, знакомый узор. У второго переплетённые круги, точно маленький лабиринт со звездой в центре, а на третьем — колчан со стрелами, по шейке плетения — точно кручёная нить. Тея провела большим пальцем по пентаграмме, задумавшись, когда же их впервые отлили и почему с таким орнаментом. Убрав связку в карман куртки, она закинула сумку на плечо, ухватила чемодан, и потянула на себя дверь. Кроны деревьев беспокойно шелестели, и желудок отозвался ответным мурчанием. Вместо обеда она перекусила в поезде, всего пара сэндвичей с водянистым кофе, и то уже давно. Где-то в сумке валялась шоколадка, но можно было и ещё немного потерпеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok